добро пожаловать на мой канал сегодня мы снимаем видео на тему нашего пеленального комодика и как видите он тут аккуратненько вписался возле шкафа и сейчас я вам подробненько расскажу что же у нас здесь хранится и как над комодом у меня находятся две полки на которых расположились всякие разные необходимые для ребенка точнее для мамы вещи дальше вы видите ночничок языки и сам пеленальный столик точнее пеленальный матрасик желтенького цвета а дальше пеленальный комодик вот мы его покупали вместе с кроваткой по моему это была фирма верес единственное что мы бы заменили ручки потому что ручки там были другие и они как бы выбивались из нашего мебельного гарнитура который стоял в спальне поэтому мы купили другие ручки также что я могу сказать по поводу этого пеленального комодика этот матрасик мы приклеили на двухсторонний скотч для того чтобы если ребенок там дергается двигается он случайно не упал с этого комодика и сам матрасик там был закреплен на поверхности комода достаточно хорошо это удобно и в принципе если этого еще не сделали то я вам настоятельно рекомендую пеленальный матрасик у нас уже используется для второго ребенка то есть мы его купили для маши и сейчас используем для ксюши также сбоку комода слева вы видите маленькая ведерко беленькая я его купила просто в хозяйственном магазине и муж мне его приклеил клеевым пистолетом я туда ложу постоянно какой-то кулечек и складываю туда использованные мокрые салфетки там какие-то спонжики и в общем любой мусор который такой мелкий есть у меня я складываю туда и сейчас покажу более детали вот так он выглядит сбоку как видите там есть крепление для крепления на гвоздик но муж его так приклеил и если вы обратите внимание слева то у нас комод крепится к стене и если честно то я вам очень рекомендую это сделать также потому что дети когда подрастают очень любят открывать ящики и комоды они узкие поэтому не сильно устойчивые особенно если все ящики ребят достанет то комод может упасть и может упасть на ребенка поэтому лучше все таки обезопасить себя и прикрутить комод к стенке вот я надеюсь видно что там он привинчен ну а теперь перейдем непосредственно к тому как я организовала полочки на верхней полочке вы видите три контейнера это у меня одежда здесь у меня человечки здесь ботики здесь ботики ботиков нас много можем одевать хоть каждый день разные и наверно хватит нам на месяц дальше вы видите я приспособила сюда клоунов и мишек это клоуны из нашего предыдущего мобили который поломался и их было получается 5 штук 2 висит здесь а 3 висят на нашем мобиле на мобиле были вот такие вот милые мишки но так как маша сразу схватила мишек и начала ими играться то мы решили повесить клоунов и клоуны кстати если вы видите они более контрастные чем эти мишки и в принципе для ребенка это намного лучше ведь такие более контрастные цвета поэтому если вы выбираете то лучше конечно убрать такие более яркие контрастные цвета и если у вас есть возможность то наверное вообще лучше обращать внимание на черно-белые такие монохромные мобили крайне мере в первые месяцы жизни ребенок видит только такие очертания так говорят специалисты вот и когда малышка лежит здесь на столике то она очень любит рассматривать все что здесь висит и как видите много разных интересных штучек видно поэтому ей вроде как нравится она постоянно зависает ее можно надолго здесь оставить минут на десять точно и она будет с удовольствием рассматривать все что здесь находится переходим к второй полочке если эта полочка эта . шире верхняя то это немножечко уже и как бы за счет этого конечно ребенку видно вот эти игрушки в двояруса висят так и все видно на второй полочке у меня лежат здесь подгузники более мелкой коробочки здесь вот салфетки я тоже таки допользованные но хочу вам просто показать лайфхак взяла эту пластмассовую штучку с пачки из под салфеток либера и просто переклеила на салфетки хаги сам отлично там клеится и думаю можно еще несколько раз проделать такую процедуру и принципе это намного удобнее чем вот это вот обычная защелка которая идет в этих подгузниках так что вот это у меня на всякий случай когда мы куда-то едем взять такую уже неполную пачку сейчас я купила вот такого милого утенка это монотагун выпускает эти салфетки подгузники и такие вот контейнеры для мокрых салфеток они идут двух видов они идут желтенькие это узенькие по моему на 70 салфеток если я не ошибаюсь и желтые с голубым для 140 салфеток я взяла желтенькая мужчина больше нравится вот но конечно приходится мучиться с этими салфетками которые туда влазят потому что по объему они получаются точнее по своим размерам они короче чем обычные салфетки и я вот читала в интернете что девочки умудряются засунуть в эти коробочки салфетки именно ха если лет софт потому что они идут немножечко покороче чем обычные влажные салфетки но я скажу что я сюда ложу зеву есть такая фирма и думаю вы знаете вот зеву просто туалетный папир он такой коротенький и влажная туалетная бумага и не она туда влазит в этот каждый почему я покупаю сюда не родные гуны а другие ну потому что пачка салфеток гунов даже вот сменный блок стоит по моему 100 гривен а вот эта пачка зева стоит 30 поэтому экономия на лицо контейнер все-таки очень классный милый и удобно пользоваться открывается он просто нажимаешь ребенку на клювик и он автоматически открывается когда ты хочешь быстро быстро все сделать поменять подгузник ребенку вытереть попу то это достаточно удобно не нужно пытаться отклеить клапан на салфетках чтобы достать оттуда содержимое поэтому да мне очень понравилось еще конечно еще другие какие-то салфетки которые подойдут конкретно для этого контейнера чтобы не покупать такие дорогие гуны но тем не менее принципе я уже нашла один выход надеюсь все будет отлично дальше пользуемся мы подгузниками хаки с двоечкой как вы видите не мне очень нравится но подгузниках я наверное сделаю отдельное видео также у меня тут стоит крем вот тут вот для рук детские принципе он детские для ухода за кожей новорожденного написано но я использую для рук потому что я держу на руках малявку у нас идет контакт кожа кожи руками уж точно и я стараюсь сейчас пользоваться для рук детской косметикой также у меня запакованная соска лежит дверь уже такие упаковки открыла вот кстати одна но мы с ней что-то не дружим поэтому пока лежит запакованная в этом небольшом контейнере у меня лежат носочки и одни царапки которые я купила но в принципе мы не пользуемся вот носочки и то как бы носочки конечно же не все а только те которые мы сейчас используем также вы видите у меня здесь контейнер для уходовых средств мишку и соску ну наверное расскажу вам более детально об этом контейнере я рекомендую все средства по уходу за младенцем класть в такие контейнеры потому что например масло но хочешь не хочешь а каким-то непонятным образом выливается и вся поверхность на которой она стоит становится жирным я этого не учла в первый раз когда пользовалась маслом но второй раз я уже как бы поняла свою ошибку увидела на мебели остатки и теперь пользуюсь вот такими контейнерами и если все достать то там уже видно что вся поверхность промаслена хотя вот он постоянно закрытый этот тюбик стоит у меня масло аленка детская она нашего производства окраинского с чередой ничего не могу сказать в принципе нам подходит все хорошо аллергии нету также у меня здесь стоит баниоцин на всякий пожарный это когда я попок обрабатывала он тут стоял и продолжает стоять не убрала также вот такой вот у нас спрей идет это перекись водорода когда мы обрабатывали попок брызгали перекисью и потом засыпали баниоцидом также у нас были опрелости пришлось купить присыпку тоже как видите какой-то пушок присыпка чья какая-то порошок присыпка нашего украинского производства пушок присыпка делается в харькове красота и здоровье называется производитель ничего хорошего и плохого сказать не могу пользовались для того чтобы убрать опрелости но в итоге она нам не сильно помогло хотя скорее всего и чуть-чуть уменьшала их также лежит у меня здесь пурелан мазала сама но осталось и также прочитала что можно на опрелости его тоже машет поэтому у меня здесь лежит но кстати никакого эффекта помогательного от пурелана я не заметила на хоже младенца то есть улучшение я особо не увидела там у нас здесь крем под подгусник это такие пробнички которые раздавали на прогнозе дэй в общем меня как и соски так и вот эти кремики их много и что вам сказать вот мы его уже допользовали один и сейчас будем начинать второй кстати хочу сказать полебную оду потому что не бипонтен не присыпка не пурелан нам от опрелости не помогало а вот этот вот креп от подгузник он нашей опрелости убирает поэтому конечно это находишь средством которые тебе помогают только методом тыка когда пользуешь пробуешь но да нам помогло и мы теперь пользуем когда у нас появляются какие-то высыпания на попе также у меня еще какой-то такой тоже пробничек органического бальзама зеленого честно даже не помню для чего поэтому надо погуглить и вспомнить но так как нам его выдавали на прогнозе дэй или на бранче для беременных от мамы слёта я не помню то я его здесь положила для того чтобы вспомнить и почитать для чего же он нужен вот такие вот у нас средства по уходу также здесь вы видите у меня ватные диски они там висят на креплениях очень удобно достаешь и используешь и лампа киевская если ночью я встаю менять подгузник то я ее включаю для того чтобы видно было что там происходит у ребенка и при этом не убедить мужа что касается комодика то есть здесь у меня лежат всякие носочки потом подарочки которых я накупила великое множество когда ждала машу и слава богу они у нас остались тут штаники у нас тут джинсы и вельветовые комбинезончики тут еще и положила носочки не распакованы тот отсек с колготами а это леггинсы как видите у девочки оделась бы предостаточно учитывая слитики и бодики которые лежат наверху тут у меня подгузники раз на бой опять же готовлюсь снять видео про подгузники поэтому они здесь лежат чтобы о них не забыла дальше у меня такой полупустой ящик здесь пеленки одноразовые вот я их ложу сюда когда пеленаю ребенка это трусики от дочки она иногда у нас еще может сделать мокрой постели и если она много попьет то я одеваю трусы на ночь потому что стирать все очень и сложно особенно когда она записит всю свою кровать вот так же вот запасной пакет идет от хадисов и машины теперь уже будущие ксюшины босоножки от лора эшли такие хорошенькие каким-то образом они уцелели я их никому не отдала и в общем они ждут лета будем летом носить ну а тут платьица такое же семейная религия ее носила его носила племянница ей уже около десяти лет домашка носила и сейчас еще ксюшка будет носить что одно из платьиц лежит здесь хотя в принципе я их все стараюсь вешать шкафу дальше у нас там идет постельное белье я вам уже его показывать не буду ну что это был мой пеленальный комодик я надеюсь вам понравилась организация вы возьмете что-нибудь интересное для себя и для организации своего детского места и если вам понравилось это видео то ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал если вы этого еще не сделали если вам также интересна детская тема то пожалуйста смотрите сюда здесь я рассказываю первом месяце жизни моего пупсика также если вы молодая мама и не знаете можно ли вам пить кофе то пожалуйста смотрите сюда здесь будет видео о том можно ли пить кофе беременным и кормящим большое спасибо что были со мной до скорых встреч пока пока